Buenos dias amigos, и я очень рада, что вы продолжаете изучать испанский язык вместе со мной. Si, con Ana. Испанский вместе с Ani. Si. И сегодняшняя тема у нас это мужской и женский род. Очень важная тема в испанском языке. Si. К сожалению, рода в русском языке и в испанском не совпадают. Например, el coche, si, машина. У нас это она, а в испанском это он. Цветок это он у нас, а в испанском la flor, это она. Madre mia. Давайте уже скорее разбираться. Чаще всего существительные мужского рода оканчиваются на O. Чаще всего. Si. El libro, книга. El cuaderno, тетрадь. Si. El chico, мальчик. Si. Окончание O. El oso, медведь. Окончание O. Si. Чаще всего окончание O. Это окончание мужского рода. Si. Но не всегда, конечно же. Также есть окончание ma, ta. Это слова греческого происхождения. Si. El planeta, el problema, el enigma, etc. Si. Но не все слова, которые оканчиваются на ma и ta. А это слова мужского рода. Например, слова la cama, la dama, si. Это слова женского рода. Поэтому нам нужно с вами запомнить, какие слова греческого происхождения мужского рода, а какие слова есть женского рода, которые оканчиваются на ma и ta. Также к словам мужского рода относятся дни недели. El lunes, понедельник. Si. El martes, вторник. Но также, забегая немножко вперед, артикли в данном случае служат предлогом v. El lunes, в понедельник. El martes, во вторник. Si. И также, мужской род преобладает у месяцев года. Si. El octubre, el enero, el febrero. Si. И еще расскажу про несколько окончаний в мужском роде. Например, aje, el traje, костюм. Or, el ordenador. Si. Computer. Ion, el avión, самолет. Si. Ismo, el egoismo, эгоизм. Si. А теперь перейдем к исключениям. Исключения, да, это слова, которые мужского рода, но у них окончания женского. Por ejemplo, el día. Si. Мужского рода. El. Артикль мужского рода. Dia. Это окончание женского рода, буква a. Но мужского рода, день, это он. El día. El mapa. Si. Карта. El mapa. Мужской род. El corazón. Si. Сердце. Окончание son. Мужской род. El sofá. Diván. Si. Diván. Это он. Не она. Существительные женского рода чаще всего заканчиваются на букву a. Si. La mesa. Stol. La ventana. Okno. La silla. Stul. Si. Все просто. A и A. A значит женский род. Но опять же не всегда. Еще назову несколько окончаний женского рода. Fion. Si. La habitación. Комната. Sion. Si. La pension. Pensia. Женский род. Ad. Si. La universidad. Университет. Записывайте. Feta. La voz. Si. Голос. Voz. Это женский род. И теперь самое интересное. Это исключение. Да. Оканчивается на букву o. Но слова женского рода. La mano. Si. La mano. Одна рука. La mano. Si. Las manos. Две руки. Рука. Это она. Как в русском. La flor. Si. Как я уже вначале говорила. Цветок. Это она. Женский род. La miel. Да. Окончание. Ele. Это тоже женский род. Хотя ele присуще мужскому роду. La nuve. Si. Облако. La nuve. Si. La leche. Молоко. Это она. Молоко она. Madre mia. И также хочу добавить немножко про los animales. Про животных. Да. У нас есть слова. Ele gato. Кот. И la gata. Кошка. Si. Но у некоторых животных невозможно определить сразу род. Например, жираф. Жираф он и она жираф. Не жирафа же. Si. Жираф и жираф. Как понять, что она жираф девочка, а он жираф мальчик? Вы знаете? А? А очень легко. Мы с вами берем артикль женского рода и подставляем. Macho o. Embra. Si. Macho. Samets. Embra. Samka. La jirafa. Embra. Жираф. Жираф девочка. Самка. La jirafa. Macho. Si. Samets. Жираф. Также в испанском языке у нас есть слова общего рода. Это суффикс. Ista. Si. Все знают. La turista. El turista. Si. Russo turista. Si. La balonfestista. El balonfestista. Si. Баскетболистка. Либо баскетболист. Si. La taxista. El taxista. Si. Мы с вами видим род только по артиклю по нашему. Да? El либо la. Еще у нас с вами существует существительные, которые меняют свое значение в зависимости от рода. Si. Например. El capital. Capital. Dinero. Si. Y la capital. Это столица. Si. Столица. Москва. Либо столица. Madrid. Si. La capital. Y el capital. El mañana. Завтра. La mañana. Утро. El bolso. Это сумка. Si. Кожаная, возможно. Женская. Y la bolso. Это пакет. Полиэтиленовый пакет. Не сумка. Частенько путают в супермаркетах. Dame bolso, por favor. Дайте мне сумку кожаную женскую. Не пакет. И еще. Перед существительным женского рода, начинающимся на а либо а под ударением si, артикль в единственном числе принимает мужской род. Смотрите. El agua. Voda. La agua. Произносить неудобно. Ну и зачем, да? Когда можно поставить артикль el. И произносить удобно. Да? Чтоб мы еще получили побольше. El agua. Voda. Si. Но во множественном числе мы с вами можем поставить артикль женского рода. Las aguas. Либо unas aguas. Воды чего-то так, да? В множественном числе. Потому что при произношении нам ничего не меняет. Una agua. Si. И la agua неудобно. Вот так тянется неудобно. Поэтому el agua. Una agua. Las aguas. И еще одно слово. Это águila. Águila это ареоль. Si. Águila. Un águila. Либо el águila. Либо las águilas. O unas águilas. Ничего не мешает. А la águila нет. Не пойдет. Вот и завершился наш урок сегодняшний. Да? Мы с вами сегодня разобрали мужской род. El género. Masculino. И женский род. El género. Femenino. Si. И теперь вам бонус. Это домашняя работа. Si. Chicos y chicas. Выполните эту домашнюю работу. Обязательно поставьте там мужской род или женский род. Si. Еще раз обязательно пересмотрите этот урок. Повторите за мной все существительные с правильным произношением. Перепишите в тетрадь. И увидимся с вами на следующих уроках. Обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А как это начучить уроки, если ты будешь пропускать? Подпишись. И я тебя жду на следующем уроке. Adios. Субтитры сделал DimaTorzok